Всем привет! Это подкаст «Поколение» и с вами я, Макс, Варя и Ева. И сегодня наша тема – поступление в ВУЗ, ну или колледж, или среднюю школу, как у кого бывало. Почему мы решили взять эту тему? Наша младшая, Еваастый, поступает в две художественные школы. Сейчас у нее проходил отборочный тур «Еваастый, начинай рассказы». Я поступала в две школы. Одна школа, где очень продвинутое шитье и придумываются свои собственные дизайны одежды. А вторая школа – графическая, то есть там компьютеры и рисование, и все очень в этом тоже развито. Расскажи, как ты вообще готовилась к поступлению в эти школы, как вообще происходила самоподготовка? Как я понимаю, она была достаточно длительной. Да, где-то полтора года я подготавливалась, делала портфолио, училась чешский язык и училась историю. Это уже, скорее, последний месяц я начала делать на портфолио. Я уже делаю очень долго и все тренирую натюрморты и разную живопись, всего очень много было. Мы посылали документы в разные школы, и когда они сказали, что я могу попробовать сдать экзамены, то я туда поехала. И как вот эти экзамены проходили? Ты нервничала перед тем, как ты туда ехала? Как ты себя чувствовала? Я как-то… изначально я очень нервничала, когда у меня оставалось много времени до экзаменов, а потом, когда уже осталась буквально неделя, то я как-то выключила все мои эмоции, и я даже как-то ничего не чувствовала. Это, кстати, очень интересно, что у нас уже второй человек в семье поступает в художественную школу. Расскажу буквально короткую историю про то, как я, собственно, поступал. У меня была художественная школа, у меня был выбор из двух художественных школ. Одна находилась в Праге, это была школа Михаэль. Те, кто знают художники в Праге, знают, это достаточно известная частная школа, туда очень стараются поступить. А вторая была в 140 километрах от Праги. Это был город Яглава, в которой тоже была такая возможность подать свое заявление. И, собственно, в эти две школы я подал. Расскажи, Варенье, какие две ты школы подавала за свои заявления? Ну, я поступала в не среднюю школу, как и вас, или как Макс, а я поступала в гимназию из седьмого класса. Поэтому из седьмого класса не так много выборов, как бы. И моя мама выбирала, что я пойду в гимназию, поэтому я... Ты сама хотела? Сложный вопрос, очень сложный. Я учила французский в начальной школе. И вот эта гимназия, которую я подавала при Илажке, которая называется гимназия Яна Неруды, она разделена на две, можно сказать, секции. Одна обычная, то есть как обычная чешская гимназия, где учишь все возможные предметы просто до глубины. А вторая была французская. И потому что мне нравился французский язык в начальной школе, и меня очень манила вот эта возможность учить французский еще более углубленно, то я подавала именно туда. Конечно, потом я узнала, что не все так просто, и там не только французский, но еще и очень много естествознания. Но как бы... Так что я подавала предложки так. Я подавала в эту обычную часть школы чешскую и вот эту французскую, чтобы попробовать обе и посмотреть, какая у меня выйдет, и у меня вышла вот эта французская, куда я потом бы пошла. Подожди, а вторая не вышла, да? Ну, во второй, как бы, там туда хотели почти, мне кажется, больше, чем 300 человек. Поэтому я и туда, то есть, берут, например, 60 из этих 300. Так что я была вообще на каком-то 150 месте. А в этой французской там, по-моему, шло человек, может, 100, и брали 30. Я была 24. Давайте я начну с того, как меня вообще готовили к этой школе. Я был все-таки первым из нас всех, кто поступал в чешскую школу. Это было 3 года после того, когда мы сюда переехали, и родители жутко волновались. Вот, зная всех, все, как сейчас мама волнуется и папа волнуется по поводу Евастова, так это несравнимо с тем, как это волновались по поводу меня. Я просто честно скажу. Значит, тогда была совершенно непонятная ситуация, и у меня, собственно, были на выбор эти две школы, и за полгода до поступления, где-то в классе девятом, меня отправили ездить в Яглаву за 140 километров. Это ты полтора часа едешь вот в таком автобусике, надеешься, что там будет туалет. Если так, то это хорошо, если нет, то нет. Доезжаешь до этой школы прямо с утра, у тебя начинаются художественные занятия, где ты рисуешь всяческие натюрморты, людей, кубы. Все получается, ну, не скажешь, что прямо зашибись. Не Пикассо, конечно. Не Пикассо. Вот, самое прекрасное, что твой лектор похож на жабу, и от этого еще дополнительно более смешно. Но все молодые, значит, уже лет по 15, значит, можно после тяжелого трудового дня пойти-то и выпить по пивку. В то время я не пил пиво. По пивку? По пивку в 15? По пивку в 15, я тебе так скажу. Не знаю, Евасты, твои одноклассники пьют пиво? Охренеть. Ну, я не думаю, что они, типа, пойдут после школы в 7 вечера куда-то, в 7. Ну, там было вечера 4. Да, ну, там было вечера. Ну, и глава серьезный город. Там уже спеленок, понимаешь? А все-таки в горах, знаете, холодно. В горах, и там что в них там? Уголь, уголь они там. Не уголь, они серебро добывали. Ну, как бы тоже такая. Где-то серебро это надо тратить. Ты абсолютно права. Не простецкая работка, понимаешь? Вот, и, значит, у меня это была подготовка на протяжении полугода. Я вспоминаю забавный случай. Короче, из главы ездили автобусы. Но автобусный вокзал был всегда на выходных закрыт. Да. И в какой-то момент я, значит, упускаю свой автобус, и у меня как-то не приходит в голову, что мне делать дальше. Потому что я не понимаю, как мне купить какой-то еще один билет. До меня не доходит идея того, что надо войти в автобус и просто у них как бы с рук купить билеты. Такой возможности не было. И в итоге за мной приехал папа. А три главы? Да, три главы. Пять часов. Пять часов я его ждал. Сначала я его ждал в торговом центре, но тогда была такая мода из торговых центров. Я не знаю, как сейчас. Но тогда была мода, что из торговых центров выгоняли ну, подростков, чего они тут бродят. Я не знаю, как сейчас. Но вот тогда было такое, что там был, хотя там был один торговый центр на весь город, то есть как бы все подростки туда истекались, а их выгоняли. Вот. И спустя пять часов папа от замороженного меня уже там в машинке повез обратно домой. И, собственно, где-то через, вот, в похождениях так полгода начались мои финальные экзамены. Поступительские экзамены, я бы так даже сказал. Варенька, расскажи, как ты готовилась к экзаменам? Ну, вообще, у меня была школа как бы не художественная, так что я креативно никак сильно не готовилась. Мне надо было задавать математику и чешский язык, и как бы такие эти знания культурные, исторические. Про Францию или про все? Нет, 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 и в чешской секции школы и во французской были одинаковые экзамены. Все было одинаковое. Там ты как бы не должен был знать французский язык, чтобы там начать учиться, хотя я его уже как-то знала. Так что там скорее было так. И я ходила на подготовительные курсы по чешскому и математике в этой самой школе, но там мне не очень нравилось, потому что там все были слишком умные, и мне было как-то стремновато. А потом я еще ходила на дополнительные, уже как бы индивидуальные, с прекраснейшей учительницей, которая вообще учила всех людей, которые поступили в эту школу, она их каким-то образом учила, оказывалась, потом, когда я уже туда поступила. Поэтому вот я учила чешский, математику, но как бы учила, это так мягко сказано, я скорее, у меня было каждую субботу трехчасовое какое-то занятие, на которое мне надо было делать новое задание. Обычно я его делала в субботу утром, потому что я сбивала, за что мне иногда так прилетело от маман. Но так что я как бы не знаю, как я вообще поступила. Мне кажется, это было очень, ну такой как бы сюрприз для всех, потому что когда я маме сказала, мам, я поступила, смотри, у меня номер она такая, может, ты проверишь еще раз на всякий случай? Верю в тебя, мама. Я в тебя верю. Да, так что так. Ну я тоже начала подготавливаться вот чешские истории, я начала готовиться буквально две недели перед моими экзаменами, и я так сильно стрессовалась, потому что я вообще не понимала, и мне Макс помогал, и учил меня, и мы гуляли там целый день, и Макс мне помогал, и я вообще ничего не понимала, но это большое спасибо тебе. Я всегда готов рассказать, что такое готика, и чем отличается от барокко. Но на самом деле ты очень хорошо справилась, ты уже в итоге все это выучила, так что неплохо. Я хочу сказать, что у меня был другой пример. Под Новый год как раз меня тоже оставили, значит, мне надо было снять свой кусочек для фильма, сделать какую-то, слепить какую-то хрень из картона и выучить как раз по той же книжке, по которой сейчас училась ты и вас ты. Значит, мне приходилось учить те же самые стили и вот это все. Надо сказать, что это, конечно, прометчивый поступок с точки зрения наших родителей, оставлять 15-летнего ребенка на Новый год самого дома. учиться, и ты такой, ну я, конечно, не закатывал никаких вечеринок, но сказать, что я учился, ну тоже очень можно специфически, хотя, типа, наказ был таков. Как бы учись, поступать будешь. В итоге это было очень смешно, потому что подготовительный фильм, который я снял для школы, выглядел так, что я развалившись на диване. Как сказала бы мама. Ну она так и сказала, что ты. Значит, как сказала мама, значит, развалившись на диване в фиолетовом свитере вещаю. И, собственно говоря, ругалась страшно, а папа помогал монтировать фильм. Но самое, мне кажется, смешное на всей этой истории, это что до последних, может, до последних двух недель вот прошлых, мама думала, что ты все-таки учился. Только после того, как ты ей в 26 лет сказал, что мама, я на самом деле не учился, когда ты меня от ней сейчас оставила, она об этом даже и не подозревала. Я хочу сказать, что я скорее предполагаю, что она об этом забыла, нежели она об этом не знала, потому что я как-то раз ей рассказал, что у меня было два дневника, один для хороших, другой для плохих оценок, и она такая, ты мне об этом не как-то рассказывал. Я такой, мам, я как девятый класс закончил, я тебе показал эти два дневника. Правда? У тебя были два... А как это ты сделал, что у тебя были два дневника? Ну как? Вот у тебя есть в школе дневник. Ну, как бы, ребят, у вас электронные дневники, такая хрень не прокатывается электронным дневником. А вот с обычным дневником, когда у тебя была вот эта бумажная книжечка, куда, собственно, ты ставишь оценки, надо было, как бы, исхитриться, собственно говоря, и сделать следующим образом. Можно было прийти в секретариат школы, заплатить 20 крон и сказать, что ты потерял дневник. И тебе выдавали новый. И затем у тебя остается тот старый с плохими оценками. Ты из него вынимаешь страницы, на которых хорошие оценки вставляешь во второй дневник, чтобы он выглядел хоть как-то там сделанным, а с плохими оценками оставляешь там. И, соответственно, когда потом ты уже приходишь на занятия и тебе, к примеру, ставят за какой-нибудь тест, ты должен посмотреть какой-то достаточно дневник. Плохой? Отлично. Даешь плохой тогда дневник. А если хорошая оценка, даешь хорошую. И, соответственно, так это работает. Правда, на учительце географии все это сломалось, потому что эта коза мне прописала вообще все оценки, которые у меня были за весь год. Она такая, ой, ты дневник потерял? И записала мне просто все. И я такой, блин, и в хорошей, ты понимаешь, вот было обидно. Ну вот это да, и вообще махинации какого-то, мафианского левла. В каком классе ты был? Девятый. Я бы не додумала сейчас за такого. Да у вас электрические дневники. Не, ну у тебя нет вообще, типа, чувства риска? Я не знаю, я бы, наверное, даже не знаю. Живем один раз. Да, ты жив на грани просто. Под затыльники, я думаю, мы болели чуть больше, чем иллюзорное чувство риска. Я шучу, моего никогда не била. И никогда не давала никаких подозрений. Такого не было. Да, вообще, это дисклеймер. Мы не поощряем. Домашний насилий. Ну, у нас эти дневники есть до сих пор. Нам каждый год выдают новый, но просто эта бумажечка у нас тут лежит весь год, и потом ты ее просто в конце года выкидываешь, потому что ее никто не использует. Сейчас мы спустимся в какой-то очень интересный дневник. А ваши родители, твои родители, как будто они не мои, родители не проверяют оценки? Нет, ну мы с мамой проверяем раз в год. Мне нравится это, мы с мамой проверяем. Нет, потому что она всегда такая, так, давай проверим. И я такая, ой. Я помню, что даже у меня были плохие оценки. Это так страшно. Это очень страшно. И я такая, ой-ой-ой, а как-то, а где пароль? Даже не знаю. И у нас была бумажечка, на котором был пароль, и у нас не получилось записаться, но как-то, видимо, я его до этого неправильно переписала или что-то такое. Но потом все получилось, и мама увидела. Я такая, ой, блин, это было неприятно. Вот это да. Мне кажется, что за последние два года у тебя уже ничего к тебе не прилетало за плохие оценки. Мама видела, что ты хорошо стараешься подготовкой портфолио, что она такая, ладно, плохие оценки опустим. Я не помню, когда мы последний раз с ней проверяли мои оценки. Ничего, после этого подкасты проверить. Спасибо. Не, ну у тебя хорошие сейчас оценки. Ты же, и вас ты очень часто старался. На самом деле, давайте не приезжать, и вас, то она так старалась вот перед этим вступительным экзаменом, потому что там получаются же бонусные баллы, если у тебя хорошие оценки. Так что и вас ты все вытянул. И вас ты вообще-то молодец и очень умный человек. В девятом классе не все так умеют. Да, и некоторые просто поделают дневники, чтобы не заниматься такой хренью, как обучение в школе. Понятно, понятно, как ты закончила твою начальную школу. Нормально я закончил, у меня все, трояк был по-чешскому. Трояк по-чешскому, я человек, который просто не гу-гу. Ну ладно, хорошо, ты тоже молодец. Да, все молодцы. Значит, расскажи, Ивасты, вернемся к нашей теме, а то куда-то мы уехали. Ивасты, расскажи, пожалуйста, про первый день поступления. Первый день я поступала в текстильную школу, то есть я туда пришла. Рано утром они все проверяли все документы, что, типа, правильный человек пришел. Ты можешь послать кого-нибудь, кто очень хорошо рисует или кто очень хорошо знает историю и, типа, за тебя задаст. Но так оказывается невозможно. Мой брат, близнец. Это охренительная идея, блин. Но они проверяют документы, поэтому это бы не получилось. Но мы думали об этом с девчонками из нашего рисования, поэтому, да. Вот. Нас посадили в класс. Мы писали сначала тесты, историю, потом чешский. И потом уже нам задали задание, что надо рисовать. И мы там где-то по два часа с половиной одно задание рисовали. А что за задание? Натюрморт карандашный. Потом натюрморт точно такой же, только красками. Я делала гуашью. И потом у нас было специальное, как будто тайное задание, которое нам сказали буквально три минуты перед тем, как началось вот это третье задание. И оно у всех по-разному. У меня в этой швейной школе было по-другому, чем в этой графической, поэтому там каждый раз что-то новое. Так что было это третье задание? И вас не тяни! Интрига! Это надо было нарисовать треугольник в нашем самом первом карандашном натюрморте, который мы там рисовали в тот же день. И из черной бумаги наклеить тени как бы в этот натюрморт, там где в самом треугольнике. Поэтому это было довольно интересно. Звучит очень ревно, я ничего не поняла. А что из этого, из этих трех заданий, что тебе больше всего понравилось рисовать? Мне, наверное, понравилось с красками. Мне кажется, у меня лучше всего получилось с этими красками, чем... Сначала я очень нервничала первого, потому что карандашный натюрморт это все-таки тяжело. И все там рисуют... И на формат-то какой? А2? А2, да-да-да. Ну, хотя бы два часа с половиной. Но третье задание мне не понравилось, потому что оно было очень такое, какое-то так себе. Я думала, что там будет какой-то прям интересный калаш и все такое. Поэтому я думаю, вот второе задание, вот этот натюрморт красками, мне больше всего понравилось. А тебя что-нибудь удивило вот в этот день, когда ты туда пришла? Что-нибудь было смешное? Наверное, смешное нет, но там были очень-очень милые учительницы. Они помогали нам, они говорили, чтобы мы тоже не стрессовались. Они нас тоже в первый раз видят в жизни вообще, чтобы мы были спокойны. И они нам помогут, если что-то мы не понимаем. Слушай, а скорее, а получается, сколько ты, получается, почти 10 часов в этой школе провела, правильно я понимаю? Где-то так? С 7.30 до 6. Ну, по сути, да. 11 часов. Ах, и вы что, 11 часов в масках сидели? Ну да, но ты на перемену, там, на полчаса, может, там была одна большая перемена, вот эта полчаса, и мы там снимали маски, кто-то ел, все такое. Ну так, ну это не, я как-то, я как-то уже к этому привыкла, мне ничего. Вот и выросли дети, которые уже привыкли к маскам. Ну, мне кажется, это люди, некоторые люди очень сильно преувеличивают, просто я там где-то еду, и они выходят, и вообще дышать не могу. Расскажи, Варень, про твой день поступления. Ой, ну это... У тебя было один, два? Ну это было. Поступление происходило так. Я сначала пошла на эту чешскую секцию своей школы, чтобы, потому что мне ее запороть было все равно. Мне главное было поступить по-французскому, поэтому я первый день пошла в чешскую, чтобы узнать, разузнать секреты того, что же там я буду делать. Я помню, что я сильно нервничала, когда туда ехала, но когда я приехала на Андел, а моя школа находится на малой стране, я приехала на Андел, и я увидела, что все трамваи заполнены такими же детьми, как и я, просто все, только целый Андел 15-летних детей. Я такая, а я одна из них, какая разница, все мы типа маленькие 15-летние тупицы. Поэтому я просто надела наушники, пустила себе какую-то музыку, чтобы стресс вышел из меня, и вот так вот я доехала до школы. А само поступление, ну это просто как бы ничего такого особенного, как у Ивастова, а скорее у меня просто было час с половиной сидишь, пишешь чешский, потом у тебя перемена, час с половиной пишешь математику, час с половиной пишешь культурные эти какие-то информации, и все, и потом я пошла домой. У меня оба два раза это было что-то с чем-то. Первая, собственно, у меня была вот эта школа Михаэль, которую мы согласились пойти, я там, они меня пригласили. Она находилась достаточно в далеком районе Праги, Апатов, это вот, как бы, следующая станция метро после этого, если переводить на русский, называется, как бы... Задница. Задница, да. Поэтому я, школа была рядом с задницей, назовем это так. И, в общем, приходим, первый день, собирается 30 таких же боевых, как я. Только 30? Ну, как-то это, видимо, был один из поступительных дней. Вообще, ну, неплохо, что только 30 людей. Ну, как-то не так давит на мозги, мне кажется. Слушай, давила, будь здоров, я тебе так скажу, потому что... Представь 300 и 30, да? И ты, как бы, ты, вот, если ты представишь 300 людей, то есть целая школа заполнена просто, просто вот таким же, как ты. И ты такой, а, я вообще ничего не значу, господи, я не выберу. Вот это мне, конечно, давит на мозги. А 30 людей, ты такой, о, я с вами еще могу познакомиться. Бонжур, ребятки, понимаешь? Угу, значит, спасибо за внимание. В общем, когда 30 людей начинают в холле обсуждать, чем отличается готик от барокко, барокко от классицизма, ты такой, ну, классное название, а что они значат, ты немножко трясешь хвостом. Значит, нас всех собирают в холле и вызывают по одному. Мы там, кто-то на лестнице, кто-то еще что-то. Значит, начинают выходить ребята после этого, там 15 минут их держат в какой-то комнате. Держат против воли. Да, там раздаются крики и вот это все, ужасные звуки. Они выходят, значит, все такие бледные, их спрашивают, ну, что, 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 ну, все же хотят подготовиться. Все такие, они задают вопросы просто какие-то невероятно сложные, там про готику, про классицизм, про романский стиль, про ренессанс, я просто потерялся, и вот это все. И я такой стою и думаю, ёп, извините. А то есть у вас был устный экзамен? У нас был сначала устный экзамен. Это был типа поговор, разговор с этими учителями. И мы в какой-то момент, значит, я такой стою, стою, ладно, хорошо, окей, так готовимся, готовимся, готовимся. Они с каждым разом выходят, и у них все более-более бледные лица. Я понимаю, что как бы мне сейчас надо каким-то хреном на чешском рассказать все, что вот я прочитал в учебнике, в русском учебнике. То есть, как бы, есть вопросы. Окей, хорошо, я, значит, захожу. Сидит комиссия, пять человек. Все такие. Солидные. Ну, морды кирпичом, вот это все. Скажите, пожалуйста, зачем вы сняли фильм, когда мы просили только сценарий? Как бы я уже охренел от постановки вопроса. Как бы, зачем... Охрена ты снял свой фильм? Зачем ты сделал работу больше, чем тебя просили? Я уже так немножко поофигел от... А ты думал, тебя похвалят? Я думал, что меня похвалят, когда мне сценарий я уже принес готовый фильм. Была такая мысль. Ночью они спрашивают, уточняют какие-то вопросы, а там был фильм про то, как это переезжать молодым людям и так далее. Через что проходят дети, которые переехали. Из России в Чехию. Кстати, на эти фильмы, на многие другие, ссылка в описании. Продукт-плейсмент. Продукт-плейсмент, конечно. Вот, и значит, они все со мной заканчивают. Я начинаю выходить из комнаты, и я понимаю, что они меня даже про барокко не спросили. Ну, судя по всему, я совсем дебил, который даже и про барокко-то хрен ты вот просил. Ты только про фильм, что ли, говорил? А я про фильм только говорил, про фотографии. Да, вообще, вообще. Ну, то есть, как бы, я не про что другое не рассказывал. Ну, окей, ладно, хорошо, все, выхожу. Пронесло тебя-то, дружок. Хорошо, что ты снял фильм свой. Ну, как, помог смонтировать, так что снять это весьма было. Поставить камеру на комод, это не снять фильм. Я говорю, все в уважении. Значит, все, значит, нас всех. Это, а там стоят такие мажорчики, мажорчики. Явно там. Ну, слушай, в Михаиле только такие есть. Да, конечно. Там все снобитые снобы. Мы не можем, не подтвердить, не оправдать эту информацию. В какой-то момент, значит, нас всех вызывают обратно, расставляют такую шеренгу, и выглядит это все, как будто нас сейчас будут расстреливать просто. Просто, значит, и учителя такие, это было, кстати, очень странно, потому что, как я понимаю, ни в какой другой школе такого нет. Обычно же должно быть конфиденциально. Да, конфиденциально. Они тебе посылают сообщение с тем, что... Даже они не должны знать, кто ты. Они же обычно, в обычных школах, они как бы, только номера, которые достигают достаточных баллов, они публикуют их, типа, на веб-сайте, что вот эти люди поступили. То есть, как бы, ты даже не можешь узнать, что кто-то другой не поступил, потому что это конфиденциальная информация. Я согласен. Михаил сказал, нахрен правила. Нахрен правила. И они, значит, объявляют, значит, вот там... Максим! Не-не-не, Иван Иванов не поступил. Я такой, ну ладно, следующий Максим Иронов. Вася Пупкин не поступил. Тоже, я думаю, ну ладно, ну все, ну я третий, ну сто пудов, ну не можешь же быть по-другому, что я не третий. И третий, значит, и там, на-на-на, тоже не поступил. Я такой, ё-моё, ё-моё, я походу поступил. А они такие, а лучше всех? Из вас всех. Безьян. Сдал Максим Иронов. Я такой... Вау! И я стою там. И аплодирую, ребят. Да, я сам себе такой, да. Вот, и дальше у нас уже был какой-то разговор про искусство, то есть там отдельно был, но всех вот этих, которые не поступили, их всех... А, собственно... Господи, представляешь, если вот тебе перед всеми людьми скажут, что ты не поступил, ты просто начнешь рыдать посреди людей. Это же просто ужас какой-то. Я бы рыдала. Да, я думаю, что ещё такое унижение просто. Я помню, что в основном не поступили мальчики, поэтому стоящие мужики, они держались. А во второй школе тоже было не менее смешно, значит, мы с папой поехали во вторую школу. В Иглаву. В Иглаву, да, это 140 километров от Праги, всё, мы доезжаем, там с утра, значит, там красиво было. Всё, ты приносишь какие-то свои работы, и дальше у вас начинается, собственно, творческая вот эта часть, где там надо было тоже нарисовать какой-то натюрморт, а потом было творческое задание. Покажите, в работе прошлое и настоящее. Когда ты учишься в школе художественной, ты довольно быстро понимаешь, что задания, они весьма иллюзорны. Ну, да, 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 сразу, знаешь, идейки такие, оп-оп-оп, давайте прорвемся вперёд. Вот представь, если тебе бы сказали, соедини настоящее и прошлое, что бы вот первая идея, которая тебе приходит в голову? Ну, я думаю, какой-то рисунок, где человек, допустим, маленький ещё и ребёнок, и потом в будущем он взрослый, или какой-то определённый город, который ещё не достроен, и потом он уже достроен, что-то вот такое. Я думаю, кашлями в голову что-то приходит своё. А мне ничего не пришло. Поэтому ты не училась в художественной школе. Понимаешь, это должно просто быть. Нет, а у меня нам с Павликом пришло, ну, как нам с Павликом, полагаю, Павлику в том возрасте пришло, а я просто реализовал. Ты просто был рядом. Я просто был рядом. Ты был его руками, а он был мозгом. В какой-то момент у меня была идея того, что современные философы, изобретатели, художники находятся в нашем мире. То есть я вырезал им головы, у меня были заранее напечатаны головы всяких там великих изобретателей, и я там типа идёт мужчина, разговаривает по телефону, и это типа Александр Белл. То есть тебе можно было с собой принести уже приготовленные штуки какие-то, я думаю? Да, да, можно было принести, и это было очень смешно. И голова тоже играет не по правилам, я так понимаю. Мы же сразу картины могли приготовить для дома и принести. А я, смотрите, у меня два с половиной часа времени, а я сделала за 0,5 секунды. Опа! Я просто подпись так поставил, издалёшь. Да-да-да-да-да. Вот, и самое прекрасное, у нас был там один из наших поступающих, он, кстати, поступил, не буду называть именем, но он был прекрасен. У него был такой мольберт, если вы представляете, такой большой белый мольберт, а один, который он весь облил клеем и начал сыпать на неё зелёную траву. Потом он это всё скомкал, выкинул. Ну, подумали, наверное, что-то не получилось. Ладно. А там идёт, идёт, работа, всё, понятное дело, не особо смотрит по сторонам, работают сами. Он вновь достаёт белый мольберт, поливает его клеем, сыпит его травой и снова ковкает. И мы такие, ёлки-паки, ну, как бы времени уже не остаётся в итоге. Я не знаю, как он закончил в итоге работу, но закончилось, мы уже ушли, но судя по всему, он в третий раз помазал клеем, поставил это. Видимо, он хотел какой-то парк изобразить или какую-то миниатюру, но не знаю, к чему он в общем шёл. А, я думала, будет, типа, что это была какая-то идея с мусором, типа, в прошлое была зелёная трава, а теперь она полна мусора. А ты говоришь, что идей нет? Ну, а судя по всему... Ну, да, да, да. Вот я могла бы тоже травой и клеем, я думаю, я бы справилась. А потом пока себе. Значит, как Монте-Сори в садик, мне кажется, просто уже. Работаешь руками. Работаешь руками, да. А самое прекрасное, у меня был потом разговор, у нас сидел директор, заместитель директора и главный художник школы, и они, собственно, с нами вели переговоры... Переговоры! Отступите ни за что! Нет, там было прекрасно, значит, они сидят, но всё-таки надутые дети, и в какой-то момент у самого главного художника, у него такая бородинь, он похож на пожилого Джона Леннона, он, значит, сидит такой суровый, и в какой-то момент у него начинает звонить в мобильный телефон. И все начинают, да, такая классическая Nokia Melody, та-та-та-та-та-та, вот, и все начинают жутко смеяться. И он такой, вы посмотрите на этих коллег, смеются надо мной, понимаешь? И, собственно, сразу градус упал, и уже... Успало напряжение. Да, и там я поступил вторым номером, и, собственно, для общества всегда была такая история. Я в Михаиле был на первом месте, а здесь я на втором. И я как бы должен просто идти в места, где я не самый лучший. Чтобы учиться с самыми лучшими. Да. Аниваста, ты сможешь рассказать, пожалуйста, про свои какие-то вопросы к родителям, когда ты готовилась и именно поступала? В чем были проблемы с мамой и папой? Нервничали ли они? Ну да, но они прям как-то... Мне кажется, мама очень сильно нервничала, и она мне говорила какие-то комментарии, которые даже не были к поступлению, просто ни с тобой ни сего. Она мне... Не знаю, как-то я не так оделась, и она такая... Ну все, ты как бомж выглядишь. Я такая... Спасибо, конечно, огромное. И... Ну мы с ней все это решили, она просто скажет, что она типа стрессуется. Я такая... Почему все стрессуются больше, чем я? Как... Какого хрена просто? А мне кажется, что папа не так сильно стрессовался, чем... Он просто, типа, мне поставил пару вещей, которой я могу подучиться, и все. Я такая... Ну, спасибо большое. Потом, после того, как я уже сходила на французский эту часть школы, и там сделала этот тест, я чувствовала себя как-то, ну что... Все, что я могла сделать, я сделала. Уже это как бы мимо моей руки идет. Что будет, то будет. И это было в четверг, а в пятницу я такая, ну слушайте, я типа молодец, я в школу не пойду. В пятницу мама такая, конечно, осталась. Это было в первый и последний раз. Ну, в общем, я осталась дома, и потом, вот в эту пятницу сразу, что необычно, но на следующий день у них уже были готовые результаты, и они их опубликовали на веб-сайте, где я и посмотрела. Там я искала свой номер, типа 538, 538. Ты до сих пор помнишь свой, да? Да. Охренеть. Я его очень, он для меня много значил. Ну и в общем, я такая, ох, будет ли он там? И я ищу, ищу, ищу. Там же список идет от первого человека, которого взяли, до, вот, брали 30 людей. И потом, конечно, кого-то еще... Чем ниже ты опускаешься, тем как бы сердце больше уходят в пятки, да? И потом я вижу, я смотрю, смотрю, и там... Тра-та-та-та-та-та, 24 номер. Я такая, господи, это же я, это же я, 538. И, конечно, я очень обрадовалась. Побежала за мамой в комнату, я такая, мама, меня приняли, я 530, вот, я 24. И мама такая, ты можешь хоть еще раз прыгать на всякий случай, чтобы мы тебя были вверены. Я такая, мама, я тебе точно говорю, что это я. И она такая, господи, как хорошо. Потом мы там прыгали, я помню, что мы визжали. Было очень, как бы, приятно. Мои родители, когда узнали, что, ну, когда я поступал, они сделали следующим образом. Они просто... Был уже где-то час ночи, и они вбегают в комнату и такие, ты поступил! Но, судя по всему, веры в это реально было очень мало. Ты поступил! Просто с Павликом. Тогда еще мама и папа жили вместе, они такие, да, поступил! Видимо, вот, было несколько очень страшно, что я не поступлю. Ну, вот видишь, мне нравится, что вот эта вера в нас, она как бы... Непоколебимо, безусловно! Да, 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 да. Всегда, всегда можно довериться. Я особо не помню, какой был настрой мамы и папы. Мне кажется, папе было, наверное... Я вообще ничего не помню, чтобы папа говорил мне про это, поэтому, наверное, ему было это. А мама... Я помню, что мама тоже слегка нервничала, но она не нервничала так, как с Евластом. Я вот такого стресса не помню, потому что... То есть, Евластом сейчас нервничает больше? Намного больше. Но просто я думаю, что... Вещь-то еще такая, что... Я была вот до седьмого класса отличницей. У меня были только единички. И мама вообще... Это хорошая оценка в учебе. Да, да, да. Это как бы как пятерка по-русскому. Но поэтому вообще моим тем, достаточно ли я учусь, вообще в семье особо по этому поводу не нервничали. Потому что все были такие... О, ну парень, наверное, очень умная. Она, наверное, все справится. Вообще забьем на ее education. На самом деле все было не так. Я не была очень умная. Я просто... Мне просто... Я ходила в школу, где было очень сливком для меня легко. Поэтому мне вообще не надо было стараться. Я все большинство домашних заданий делала на перемене перед уроком. Вообще, я жила уже тогда на грани. Просто криминал! Нет, просто потела на адреналин. А, то есть, типа, ты делала домашние задания специально так? Потому что у тебя, типа, адреналин был? Мне было просто... Никто меня не контролировал. И я понимала, что я и так успею за 10 минут сделать. Так что мне было просто пофиг. И понимаешь, когда тебе за тобой... Ну, не то, что они не следят, а скорее в которых я не очень преуспевала. Из-за того, что вот у меня не было какого-то навыка делать, например, каждый день после школы уроки, а делать все на последний момент, то потом в гимнозии мне было очень сложно. Потому что там ты не можешь просто физически успеть делать все на последний момент. И это очень сильно сказалось на моих оценках. Вот в первом же году гимназии вместо всех единичек, как у меня было передать, у меня были четверки, пятерки, тройки, даже в табеле. Что потом маму, конечно, сильно удивило. Какого хрена мой ребенок вообще-то не вундеркинд, как я все время думала. Я думаю, что это... Не знаю, я всегда тоже как-то очень долго от мамы какие-то оценки прочь, но потом как-то она выходит. Еще, я думаю, насчет того, как, что волновались из-за твоего поступления, Макс, я думаю, это просто было из-за того, что ты был первый ребенок, который вот именно в таком, как бы по такой дороге этого рисования шел. Поэтому, я думаю, они не знали, как это все проходит, все такое. И потом, я думаю, уже со мной было как-то поболее, я думаю, спокойнее, чем с тобой. Ну, да, я сейчас вижу, что там мама нервничает, но она, да, это... Надо сказать, что и прогресс сделан, потому что куда это меньше выглядит, хотя бы там чувствуется, что она... Ну, есть какая-то вера в то, что да, у тебя, скорее всего, получится. Мне кажется, что, знаете, в чем тут еще вопрос? В том, что иногда, вот, например, как мы с Евасом в художественной школе, что родители в этом не особо разбираются, в типа, а что мы делаем-то вообще? Ну, как бы, вот он нарисовал, и... А он хорошо... Ну, мне нравится, хорошо. На холодильнике, наверное, не поешь, все-таки не искусство, но как бы... Не Пабло. Не Пикассо. Не Пикассо, да. Не постельные тона. Вот это все. Постельные тона. Да-да, но... Но я думаю, что еще отчасти сложно, потому что, наверное, с вареником было попроще, потому что хотя бы, наверное, не французский, но какие-нибудь основные науки, хотя бы они хоть где-то понимают их. А вот, например, с нами с Евасом, я думаю, было сложно, потому что, ну, вот он нарисовал, и чё? А это как бы хорошо? Не, мне нравится. Ну, а это хорошо? И как бы, я думаю, что в моем случае они вообще не понимали, хорошо ли я рисую или нет. Потому что недавно меня мама спросила, как бы, ну, вот я сейчас еще работаю, она такая, а вот это все, это в какой программе нарисовано? Я такой, вот в это. А, ну, наверное, тогда это хорошо. Ну, то есть вот нет какого-то понимания того, хорошо это или плохо. Не знаю, наверное, это есть такая штука, что не до конца понимают наши родители именно с точки зрения искусства, насколько вот то, что мы рисуем, это, конечно, не имперсионизм или какое-нибудь великое искусство, но это хорошо или плохо, блин. Я помню, что была какая-то история про то, что твоя учительница, которой ты занималась по художке, она сказала, что ты хорошо нарисовала, а маме потом написала, что хреново, или что это было? Ну, там была какая-то очень странная история про то, что... Там была драма, ребята. Про то, что, как бы, мне говорят, что все нормально, а потом я от кого-то другого узнаю, что что-то не так, и я просто не поняла, что это было такое, потому что мне самой понравилось. Я думаю, когда мне самой нравится, там не очень важно, что мне говорят, но мне кажется, что сейчас мама с папой мне больше, когда всегда что-то рисуют, то они такие, а вот тут не так, и я такая, откуда вы знаете? Вы так можете нарисовать? Нет, я, а я да, поэтому не надо мне ничего говорить. Все, на этом мы с вами прощаемся. Мы надеемся, что мы вернемся с новым выпуском подкаста «Поколение». С вами был я, Макс. Варя и Ева. Скоро увидимся. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова